Беседа 27, 305, 8, 14. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и прикоснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Марк, желая показать и время, говорит, и тотчас. А Матфея описал это чудо, только не означавшее время. Другие говорят, что больная даже просила его, но Матфей об этом умолчал. Впрочем, в этом нет разногласия. Одно происходит от краткости, а другое от полноты повествования. Но для чего Христос вошел в дом Петров? Мне кажется, для принятия пищи. На это указал и евангелист, когда сказал, встала и служила им. Христос останавливается у учеников, как, например, и у Матфея, когда его призвал, чтобы через то почтить их и сделать усерднейшими. Вот и здесь заметь Петрова почтение к нему, имея тещу, лежащую дома в сильной горячке. Он не привел его в дом свой, но ожидал, пока будет окончено учение, исцелятся все прочие, и тогда уже, когда он вошел в дом, начал просить его. Так он с самого начала научался предпочитать выгоды других своим. Итак, не Петр приводит его в дом, но он сам по собственной воле пришел после того, как сотник сказал, «Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего», показывая, сколько он благоволил к ученику. Но представь, каковы были домы этих рыбаков. При всем том, Христос не гнушался входить в их бедные хижины, научая тебя во всем попирать человеческую гордость. Иногда он словами только исцеляет, иногда и руку простирает, а иногда делает и то, и другое, чтобы, видимо, было врачевание его. Он не хотел всегда чудодействовать необычайным образом, но ему надлежало еще скрывать, особенно при учениках, потому что они в великой радости все оба рассказали. И это видно из того, что по восшествии на гору он почел за нужное объявить им, чтобы они никому не сказывали. Итак, коснувшись тела, он не только прекратил горячку, но и вполне возвратил здоровье. Так как болезнь была незначительная, то он явил свое могущество в способе лечения, чего не могло бы сделать врачебное искусство. Вам известно, что и по освобождению от горячки больным требуется много времени для того, чтобы прийти в прежнее здоровье. Но тогда все за раз последовало. И не здесь только случилось это, но и на море. И там он не только укоротил ветры и бурю, но тотчас остановил и самое движение волн, что было так же странно. Обычно и после того, как буря прекратится, волны еще долго колеблются. Но у Христа не так. У него все вместе прекращалось. Так именно случилось и с этой женой, указывая на это евангелистой, говорит, и стала, и служила ему. Что было знаком и силы Христовой, и расположение жены, которое она оказывала ко Христу. Отсюда мы можем усматривать вместе и то, что Христос по вере одних дает исцеление другим. Здесь именно просили его другие. Как то было и с отроком сотника. Впрочем, он благодетельствует, если только желающий исцеления не упорствует в неверии. А только или по причине болезни не может прийти к нему, или по причине неведения и незрелого возраста не имеет о нем высокого понятия. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Видишь ли, как многие наконец уверовали. Они не хотели удалиться, хотя время и побуждало к тому. И не почитали неблаговременным приводить вечером больных своих. Заметь, о каком множестве исцеленных евангелисты умалчивают. Когда они говорят нам и не повествуют о каждом по рознь, но одним словом переходит в неизреченное море чудес. О том, чтобы величие чуда не повергло в недоверие, что он такое множество и о столь различных болезней освободил и исцелил. В одно мгновение времени евангелист приводит пророка, свидетельствующего о случившемся. Показывая тем, что доказательство, заимствованное из Писания, во всяком случае важно и не ниже самих знамений. Исайя сказал, говорит он, что Христос взял наши недуги на себя и понес наши болезни. Пророк не сказал освободил, но взял и понес. Это, мне кажется, сказано пророкам более о грехах, согласно со словами Иоанна. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. 307. Итак, почему же здесь евангелист относит это пророчество к болезням? Или потому, что принимал это свидетельство буквально? Или для того, чтобы показать, что большая часть болезней – следствие грехов душевных? В самом деле, если самая смерть, утверждение болезней, имеет своим корнем и началом грех, то тем более многие болезни. Точно так же и то, что вы можете подвергаться болезням – родились от греха. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Видишь ли, опять, как он чушь тщеславия. Другие евангелисты говорят, что он запрещал демонам сказывать, кто он, а Матфей говорит, что он удалял от себя народ. Делал он это, с одной стороны, для того, чтобы научить нас скромности, с другой – для того, чтобы укротить иудейскую зависть и убедить нас ничего не делать из тщеславия. Он не только исцелял тела, но и исправлял душу, научая благочестию. Показывал себя и в том, что исцелял болезнь, и в том, что ничего не делал из тщеславия. Действительно, многие из любви и удивления к нему, и желая всегда наслаждаться его лицезрением, неотступно пребывали при нем. Да и кто бы удалился от творившего такие чудеса? Кто бы просто не захотел взирать на его лицо и уста, изрекающие такие слова? Он достоин удивления не только по чудесам, но даже и один вид его исполнен был в великой приятности. Как показывает то пророк, говоря, он прекраснее всех сынов человеческих. Когда же Исаия говорит, и не было в нем вида, невеличия, то говорит это или о непостижимой и неизглаголанной славе божества, или о том, что случилось с ним во время страдания, именно о бесчестии, которое претерпел он во время распятия на кресте, или о смирении, которое являл во всем в продолжении целой жизни. Далее. Спаситель не прежде повелел ученикам переправиться на ту сторону, как по исцелению болезней, иначе народ не мог бы перенесть этого. Как на горе он не только пребывал со Христом, тогда как он проповедовал, но и последовал за ним, когда он молчал, так и здесь прикреплялся к нему не только тогда, когда он чудодействовал, но и когда перестал чудодействовать, и от самого лица его получал великую пользу. В самом деле. Если Моисей имел прославленное лицо, и Стефан лицо ангельское, то представь, каков тогда должен быть вид общего владыки. Может быть, многие воспоминились желанием узреть его образ, но если мы пожелаем, то узрим и гораздо лучший образ. Если мы с упованием проведем настоящую жизнь, то увидим его на облаках, встретившись в бессмертном и нетленном теле. Смотри, с каким благоразумием Спаситель отсылает народ, чтобы не устрашить. Он не сказал «удалитесь», но повелел переплыть на ту сторону, обнадеживая, что и он непременно придет туда. Но тогда, как народ показал столько любви ко Христу и с таким усердием следовал за ним, а один раб богатства и весьма надменный человек подошел к нему и сказал «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Видишь ли, какова гордость. Почитая недостойным считать себя между простым народом, но показывая, что он гораздо выше черни, с такими мыслями приступает к Иисусу. Таковы же иудейские нравы. Они обычно исполнены неблаговременного дерзновения. Точно так же, впоследствии, некто другой, когда все молчали, сам приступивший сказал «Какая первая заповедь?». Впрочем, Господь не осудил его за неуместную дерзость, научая нас тому, чтобы мы терпели и таковых. Потому-то он не обличает явно тех, которые имели злые намерения, но свои ответы направляет против их мысли, предоставляя им одним видеть обличение и доставляя им двоякую пользу. Во-первых, тем, что показал в себе знание сокровенного совести. Во-вторых, тем, что, несмотря на такое сердцеведение, попускал вскрывать свои намерения и давал возможность исправиться, если только захотят. Таким точным образом поступил он и с приступившим к нему теперь. Последний, видя многие знамения, и то, что многие ими были привлекаемы к Иисусу, надеялся обогатить от таковых чудес, почему и поспешил заявить о своем желании следовать за Ним. Но из чего это и известно? Из ответа, который дает Христос, сообразуясь не со словами вопроса, но с мыслью. Что же говорит ему Господь, Христос? Ты, надеясь, что следует за мной собирать деньги? Не видишь ли, что у меня нет жилища даже и такого, какое имеют птицы? Лисицы имеют норы, говорит Иисус, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Впрочем, это сказал Он не для того, чтобы отделить Его от Себя, но чтобы обличить Его худое намерение и доставить в случай следовать за Собой с таковой надеждой, если захочет. А чтобы узнать тебе Его лукавство, смотри, что Он делает. Услышав слова Христовы и, будучи обличен, Он не сказал «Готов последовать!» 309. Подобным образом часто поступал Христос и в других случаях. Хотя явно не обличал Он, но ответом показывал мысль к Нему приходивших. Так и тому, который говорил «Учитель благий», и этой лестью думал расположить его к себе. Он, имея в виду Его намерение, отвечал «Что называешь Меня благим? Никто не благ, как один Бог». И когда говорили Ему «Вот, Матерь Твоей, братья Твои ищут Тебя», так как последние имели еще в себе нечто человеческое и желали не услышать что-нибудь полезное, но показать, что они близки к Нему и тем подчиславиться, послушай, что говорит «Кто есть Мать Моя и кто суть, братья Мои?» И опять самим братьям Своим, которые говорили Ему «Иви себя миру!» и желали через то приобрести и себе тщетную славу, сказал «Время Ваше!» «А мое время еще не пришло». То же самое делает и с противной стороны. Так Анафанаили говорит «Вот воистину, израильтянин, в котором нет лукавства!» И опять «И когда возвестили об Иоанне, идите возвестите Иоанну, что видели и слышали». И здесь он дал ответ не на слова, но на мысль пославшего. Подобным образом и к народу говорит сообразность его внутренним расположением. «Чего ходили вы смотреть в пустыне?» Так как народ, вероятно, думал об Иоанне как о простом и обыкновенном человеке, то исправляя такое его мнение, говорит «Что ходили смотреть вы в пустыне? Трост ли ветром колеблемо ему? Человека ли одевающегося в мягкие одежды?» Показывая через то и другое, что он и сам в себе тверд и не может быть расслаблен никакими удовольствиями. Так точно и здесь Христос дает ответ сообразный с мыслью говорившего. Приметь, какую кротость показывает он и в настоящем случае. Он не сказал «Хотя я имею, однако презираю», но сказал «Не имею». Видишь ли, сколь великую он имел осмотрительность и вместе снисходительность. Ел ли он, когда пил ли, или казался делающим что-либо несогласно с Иоанном, он делал это для спасения иудеев, или лучше для спасения целой вселенной. И вместе заграждая уста еретиков и сильно желал привлечь к себе бывших тогда при нем. Другой же некто, продолжая эти вангелист, сказал ему «Господи, разреши мне, позволь пойти прежде и похоронить отца моего». И видишь ли различия. Тот бесстыдно говорит «Пойду за тобой, куда ты идешь», а этот даже и спрашивая позволения на благочестивое дело, говорит «Позволь мне». Впрочем, Христос не позволил, а сказал «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, иди за мною». Спаситель везде обращал внимание на намерение, но почему, скажет, что-либо не позволил, потому что и без него было кому исполнить то дело, и умерший не остался бы без погребения. Между тем, ученику не должно было удаляться от дела более необходимого, сказав мертвецам своим, показывать, что мертвец не его. Умерший, по моему мнению, был из неверовавших. Итак, если же ты удивляешься юноше в том, что он спрашивал Иисуса о том необходимом деле и не удалился самовольно, то тем более подивись тому, что он остался при Иисусе и тогда, когда получил запрещение. Но скажет кто-либо, не быть при погребении отца не было ли знаком крайней неблагодарности? Если бы он сделал это полености, то оказал бы неблагодарность. Но если сделал это для того, чтобы не прервать необходимейшего дела, то в таком случае удалиться было знаком величайшего неразумия. Конечно, Иисус запретил ему не потому, что повелевал не воздавать почтение родителям, но с целью показать, что ничто не должно быть для нас необходимее небесного. И что с великим тщанием должно стараться о небесных благах и не забывать о них даже на самый краткий срок. Хотя бы отвлекали от того самые нужные и неминуемые дела. В самом деле, что может быть необходимее погребения отца и что легче? На это потребно было немного времени. Если же и на столько времени, сколько нужно для погребения отца, небезопасно оставлять духовные предметы. То представь, чего будем достойны мы, которые всегда оставляем дела христианские, и самое маловажное предпочитаем необходимому. И без всякого побуждения предаемся нерадению. Далее. Мудрость и учение Спасителю должно удивлять и потому, что он сильно привлек к себе юношу словом, и вместе с тем освободил его от бесчисленного множества зол, как-то от рыданий, плача и всего отсюда происходящего. Действительно, после погребения нужно было рассматривать завещание, заниматься разделом наследства и всем прочим. Что происходит в таких случаях? И таким образом, волна за волной, унося его все дальше, весьма далеко, далеко увлекли бы его от пристани истины. Потому-то Христос влечет и прикрепляет его к себе. Если же ты еще удивляешься и смущаешься тем, что ему не было дозволено находиться при погребении отца, то вообрази, что многие не дают знать малодушным о смерти их ближних и не допускают быть при гробе, хотя бы умер отец или мать или сын или другой кто-либо из родственников, и мы за это не обвиняем их в жестокости и бесчеловечии, и весьма справедливо. Напротив, допускать малодушных предаваться плачу было бы делом жестокости. Но если худо плакать и сокрушать о сродниках, то гораздо хуже удалять от духовных наставлений. Вот почему Спаситель в одном месте и говорит, «Никто, возложивши руку свою на плуг и оборачивающийся назад, не будет надежен для Царства Небесного». Подлинно гораздо лучше проповедовать Царство Божие и других избавлять от смерти, нежели погребать ни к чему не нужного умершего, и особенно тогда, когда есть люди, могущие исполнить это дело. Итак, отсюда научаемся мы тому, что не должно терять и малого времени. Хотя бы было бесчисленное множество побуждений к тому. Но всему, даже самому необходимому, должно предпочитать духовное и знать, в чем состоит жизнь и в чем смерть. Многие ведь из тех, которые, по-видимому, живут, ничем не различаются от мертвых. Когда живут во зле, вернее, они даже хуже мертвецов, умерший освободился от греха, говорит апостол. А тот, кто живет во зле, служит греху. Не говори мне, что он не съедается червями, не лежит во гробе, не закрыл глаза и не обвит пеленами. Он больше претерпевает мучения, нежели умерший, не потому, чтобы черви съедали его, но потому, что страсти душевной терзает его лютея зверей. А если у него открыты глаза, то это опять гораздо хуже того, как если бы они были закрыты. Глаза умершего ничего не видят худого, а этот, имея открытые глаза, подвергает себя бесчисленным болезням. Тот лежит во гробе, ничего не чувствуя, а этот заключен во гробе бесчисленных болезней. Но ты не видишь гниение его тела. Что же? Душа его еще прежде тело растлела, погибла и подвергается большему гниению. Тот смердит десять дней, а этот во всю жизнь дышит зловонием, имея уста хуже всяких нечистых мест. Так что они различаются между собой только тем, что один подвергается только естественному тлению, а другой к нему присоединяет еще гниение, происходящее от нечистивой жизни, ежедневно вымышляя для себя бесчисленные причины растления. Но этот ездит на коне. Что же? Умерший лежит на одре. Но что важнее его, никто не видит и сливающим, и сгнивающим, потому что он имеет гроб своим покровом. А этот смердит повсюду, нося мертвую душу в теле, как во гробе. Если бы можно было увидеть душу человека, живущего в роскоши и нечестии, ты увидел бы, что гораздо лучше лежать связанным во гробе, нежели быть окованным цепями греховными. Лучше иметь на себе лежачий камень, нежели тяжкий покров бесчувственности. Вот почему сродникам этих мертвецов, когда они пребывают в такой бесчувственности, особенно должно приступать к Иисусу с молением о них, подобно тому, как Мария молила о Лазаре. Пусть будет он смердящим, пусть четверодневным. Не отчаивайся. Но приступи и отвали прежде камень, и тогда увидишь его лежащим, как бы во гробе обвитым пеленами. Если вам угодно, я представлю кого-нибудь из великих и знатных мужей. Не бойтесь. Я представлю пример, не указывая на имя. Впрочем, если бы я открыл имя, то и тогда не надлежало бы бояться. Кто в самом деле когда-либо боялся мертвого? Что бы он ни стал делать, всегда остается мертвым. Мертвым живому не может сделать никакого оскорбления. Итак, посмотрим на связанную главу таковых мертвецов. В самом деле, так как они беспрестанно пьяны, то у них наподобие того, как мертвые связываются многими покровами и пеленами, все чувства заключенные связаны. Если же хочешь посмотреть и на руки, то увидишь, что и он, так же, как у мертвых, они привязаны к чреву и обвязаны не пеленами, а что гораздо хуже, узами любостяжания. Оно не допускает их простираться к милостыне или к другому какому-нибудь доброму делу, но делает их гораздо бесполезнее рук умерших. Хочешь ли видеть и ноги связанные? Смотри, они так же связаны с заботами и оттого никогда не могут прибегать в храм Божий. Ты видел мертвого? Теперь смотри и на погребающего. Итак, кто же погребает этих мертвецов? Дьявол, тщательно связывающий их, не дозволяющий уже человеку казаться человеком, но сухим деревом. Кто не имеет ни глаз, ни рук, ни ног, ни других членов, тот как может казаться человеком? Таким образом, можно видеть, что и душа их обвита пеленами, и есть скорее идол, нежели душа. Итак, поскольку они пребывают в бесчувственности, сделавшись некоторым образом мертвыми, то мы приступим к Иисусу, будем молить Его о их воскресении, отвалим камень, развяжем пелены. Как скоро ты отвалишь камень, то есть отнимешь ту бесчувственность, которую они показывают во зле, то тотчас изведешь их из гроба, а вывезши отсюда, гораздо удобнее освободишь их атаков. Когда ты воскреснешь, тогда познает тебя Христос. Когда разрешишься от уз, тогда Он призовет тебя и к своей вечере. Итак, вы, други Христовы, ученики Его, вы, любящие умершего, приступите ко Христу и помолитесь. Пусть умерший исполнен чрезмерного зловония. Сродники не должны оставлять его и в этом случае, но тем более приступать к Богу, чем более умножается тление. Подобно, как сделали и сестры Лазаревы, должны до тех пор просить, молить и умилостивлять Бога, доколе мы не увидим Его живым. Если мы будем так стараться о себе и о ближних, то скоро достигнем и будущей жизни, которую все мы и досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.